Подготовка к очередному учебному году и проблемы сферы здравоохранения. Актуальные вопросы обсудили на аппаратном совещании под представительством Акима области Нариману Турегалиева. Все подробности далее. В новом учебном году школы региона будут посещать более 125 тысяч учащихся. Из них 10 054 перешагнут образовательные учреждения впервые. Как отмечают в профильном ведомстве, детей обучают 15 158 педагогов. Однако кадровый голод сфера ощущает. Так наблюдается нехватка учителей по русскому языку и литературе, математики, психологов, логопедов и дефектологов, а также учителей начальных классов. В общей сложности вакантны 254 должности. Стоит сверхзадача найти на места специалистов и успеть до 1 сентября. По словам руководителя управления образования, проблему будут решать с привлечением выпускников вузов, либо придется увеличить нагрузку на уже работающих учителей. В настоящее время имеются вакансии на руководящие должности в 71 объекте образования. 32 в дошкольных организациях, 25 в школах, 14 в сфере дополнительного образования. В планах закрыть эту потребность в ближайшее время, в том числе за счет кадрового резерва, который создан по всей республике. По проекту Монбасше в резерве сейчас находится 24 человека. Из них на должность уже назначены 9 человек, еще 5 будут назначены в новые школы. Дефицит кадров не единственная проблема сферы. Так, ряд объектов образования в районе Батирек и Международная гимназия Капанова в Уральске не получили соответствующей лицензии. Суть вопроса в том, что этим учреждениям изначально давали их статусы начальных школ, а затем, после преобразования, они не оформили соответствующую документацию. Глава региона поручил решить эту проблему до 15 августа. Кроме того, существует в области и отставание по графику капитального ремонта некоторых школ. По программе АО «Ельбесега» должны отремонтировать школы, сел Раздольное и Базар-Тубе. Вопрос, что вы делали с начала года, почему вы только теперь проводите тендер? Когда закончится строительная работа? С начала года получается время потеряно. Я не понимаю, пусть эти две школы завершат до 1 сентября. Каержан Ермекулай, езжайте туда и выясните причины. Трёхсменное обучение – ещё одна проблема. Таких заведений в регионе насчитывается 10. Ещё 16 объектов образования находятся в аварийном состоянии. Вопрос планируют решить за счёт реализации национального проекта «Комфортная школа». В этом году в рамках программы приступили к строительству девяти объектов образования, два из которых по плану завершат до 1 сентября. Речь о школах в селе Подстёпное и посёлке Деркул. Кроме того, уже заканчивают строительство малокомплектных образовательных заведений в населённых пунктах Саралжин в Касаловском районе и Жерсуат в Бурлинском. Не менее остро стоит и вопрос по улучшению инфраструктуры школ. Соответствующее поручение было выполнено только в Буральске, Шингерлауском, Тоскалинском и Каратубинском районах. В остальных не выполнено совсем. До 1 сентября поручение необходимо выполнить. Акимы районов, сходите, посмотрите. Ни перед детскими садами, ни перед школами нет соответствующей инфраструктуры. Я говорю про освещение, тротуары и прочее. Вам была дана задача, которую необходимо выполнить. 28 школьных столовых работали без соответствующего санитарного заключения. В профильном ведомстве заявили, что причина в частых сменах предпринимателей, арендующих столовые. Акимобласти отметил необходимость проведения проверки и в школьных автобусах. Техническое состояние нужно проинспектировать у 75 единиц транспорта, перевозящих ребят. Кроме того, в рамках республиканской акции «Дорога в школу» важно обеспечить всем необходимым, в первую очередь, детей из семей, которые пострадали от паводка. Здравоохранение и проблемы сферы широко обсуждали во время совещания. Остро стоит вопрос возведения новых поликлиник. Взять хотя бы поликлинику номер 6 в городе, куда прикреплено более 76 тысяч жителей. Врачебную амбулаторию в Деркуле посещают 65 684 человека. Строительство объекта здравоохранения напрашивается само собой. Кроме того, серьезный вопрос – модернизация поликлиник номер 1 и 3. Ко всему этому плюсуем все тот же кадровый голод. В сфере не хватает 288 специалистов. Последний вопрос хотят решить за счет предоставления молодым специалистам подъемных и обеспечения жильем. При вашей непосредственной поддержке размер единовременной выплаты врачам, которые приезжают в район, увеличился. Он варьируется от 5 до 8 миллионов тенге. Все зависит от удаленности населенного пункта до областного центра. Кроме того, чтобы восполнить кадровые дефициты и привлекать молодых специалистов в районы, руководители медучреждений регулярно контактируют с выпускниками вузов. Наряду с этим во время совещания обсуждали значение маркировки лекарственных препаратов, в тему обязательного медицинского страхования, а также профилактику онкологических заболеваний. Скрининг важен, чтобы определить недуг на ранней стадии. Скрининг – это большая профилактическая работа. Я поручаю ее усилить. По итогам скрининга должны быть приняты соответствующие меры. В случае обнаружения признаков заболевания следует рассмотреть способы немедленного лечения. В завершении совещания глава региона поручил руководителям ведомств особое внимание уделить решению озвученных проблем и проконтролировать своевременное их исполнение. Игорь Лагашкин, Алексей Кочемасов, Рустим Ищанов, Алихан Ясказиев, Агжа и Какпарат.